Работа есть, а будет ли зарплата? Пермские кондукторы летом могут остаться без денег. По информации издания Коммерсант Прикамье, нынешние контракты с перевозчиками попросту не предусматривают выплату заработной платы, ведь планировали ввести бесконтактную систему оплаты. У прокуратуры Перми возникли вопросы к субсидиям для перевозчиков на оплату труда кондукторов общественного транспорта с июля по сентябрь 2021 года. На эти цели мэрия планирует направить 150 миллионов рублей. Этого хватит, чтобы оплатить работу более 2000 человек. Соответствующие поправки в бюджет Перми внесены на рассмотрение Гордумой. Депутаты отметили, что возникший вопрос действительно актуален, но решение надо принимать оперативно. Поправки в бюджет предстоит рассмотреть уже во вторник 22 июня в ходе пленарного заседания. Если Дума одобрит субсидию, то прокуратура внесет протест и пойдет в суд. Если суд признает правоту надзорного органа, то выделенные перевозчиком деньги надо будет вернуть в бюджет. Но как это сделать, если кондукторы уже получили зарплату из средств бюджета? Эту историю придется расхлебывать уже новому САЗУ Думы. Затем стало известно, что прокуратура Перми, региональное управление ФАС России и городадминистрация все-таки пришли к компромиссу. Вопрос оплаты работы кондукторов в общественном транспорте практически решен. Деньги найдутся. Достаточно давно, когда мы еще проводили эксперимент о бескондукторной оплате зимой этого года, мы приняли решение, что мы отложим сроки запуска бескондукторки в полном объеме. И, соответственно, в настоящее время в бюджете предусматриваются средства для оплаты труда кондукторов на вторую половину этого года. То есть, как мы и говорили, нам необходимо время для устранения тех недочетов, которые выявлены в ходе эксперимента. То есть, в планах в течение этого года эту работу провести и после этого формировать план по поэтапному переходу к обеспондукторной системе. Та информация, которая была там о якобы проблемах с заработной платой, это не более чем бюрократический вопрос уточнения статьи расходов. Сами денежные средства в бюджете предусмотрены, поэтому поводов для волнения никаких нет. Кроме того, по словам Анатолия Путина, сейчас идет устранение недочетов, которые выявили в ходе эксперимента. Завершить эту работу должны до конца года, а после будут формировать план по поэтапному переходу на бескондукторную систему. Евгений Гуляев, Олег Романов, Телевизионная служба новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова